Я знаю, что там внутри, вот что внутри Вот так вот пиццу привозит Космик Ну то есть это типа норм Знакомьтесь, да? Вот эта фирменная пицца, блядь, Космик Офигуч Всем привет, вы на канале Покашеварим Это воскресенье и классический обзорищ Как воскресенье без обзорища может быть Короче, сегодня у нас доставка из ресторана Космик Есть такой ресторан, их несколько Ну это точнее развлекательные центры Космик для детей Там всякие аттракционы, банкеты для детей проводят Всяк такой, мы дни рождения детей иногда там празднуем Вот, и в принципе иногда домой заказывали через агрегатора А они привозили нам, нам нравилось И я, честно говоря, даже не думал делать на них обзор Но последний раз, когда они привезли, это была дичь Это вот неделю назад мы заказали Ну то, что там довольно вкусненькая пицца такая Ну то есть нормально, нормально делают Сейчас мы это все, естественно, проверим Я еще раз обновлю свои воспоминания Но привезли, это вообще дичь была какая-то Сначала что-то не довезли Потом привезли, пицца какая-то перевернутая была Я такой, я не узнаю вас в гриме, товарищ Космик Где вот эта вот аккуратненькая еда там? Пусть не топчик, но аккуратненькая еда Короче, сегодня решил сделать обзор Проверить, я не знаю, то ли это была случайность То ли это была закономерность В общем, ждем Судя по приложению, через которое я заказывал Привезти должны за полтора часа Я думаю, что успеют Они здесь недалеко от нас В общем, пока ждем Вот, и пока ждем Не забывайте подписываться на мой инстаграм Ссылочка на него в описании Да и просто набирайте по кашеварям Латинскими буквами И подписывайтесь Там сториз, всякое интересное Ждем Космик Блин, прям пальчики зажали Что ж будет, а? Ну что, нам доставили В общем-то в указанное время Которое приложение нам указало Смотрите, вот коробки Ребята, сейчас расскажу вам про Космик Космик это, блин, вообще прикол, реально Я знаю, что там внутри Вот что внутри Вот так вот пиццу привозит Космик Ну то есть это типа норм Понимаешь Вот пицца Маргарита Вот в таком виде Это типа норм вообще Все съехало Ребят, у меня инфракрасный сломался Поэтому что по температуре Холодная Вот 20, 30, 31, 32 Ну вы поняли, короче Это холодная пицца Ну давай дождемся Ко она берет Максимум, максимум типа 40 градусов То есть чуть больше температуры тела Но я не сомневаюсь, что вторая Вторая пицца вообще Вот смотри Фу Это фирменная пицца Космик Выглядит вот так вот Знакомьтесь, да Вот это фирменная пицца Космик Вот как я вот это дерьмо должен есть Вот скажите мне Товарищи курьеры Бл*** из Delivery Вот как я вот это должен есть Если у вас возник вопрос по заказу Нажмите 1 Да, у нас возник вопрос по заказу Обращаем внимание, что в целях контроля качества Ваш разговор может быть записан Сегодня мы получаем очень много звонков Поэтому время ожидает Пофиг вообще Виталий, здравствуйте Я вирекуатор, а я могу вам помочь Здравствуйте, Антон Слушайте, а нам сейчас заказ из Космик привезли Абсолютно в ужасном состоянии Все пиццы перевернуты Текут и так далее Что нам с этим делать вообще? Я вас понял, Виталий Я приношу извинения за сону Добсу Точните, пожалуйста Возможно, здесь делать фотографии И поставить нам на почту Help, собака религиозная Да без вопросов, конечно Хорошо, скинул, конечно Наши сотрудники сразу же свяжутся И ситуацию регулируют То есть в ближайшее время А вы предложите Хорошо, ладно Да, сейчас скинул Я приношу еще раз извинения, Виталий То есть чем-то еще могу помочь? Нет, спасибо До свидания Ну отправим на почту А что? Не, ну я отправлю Потому что ну нафига Сколько они там? По 500 рублей пицца стоит То есть это не проблема космика Серьезно Это проблема деливери То есть они вот так вот возят у нас Ну окей У нас есть еще и другая еда Которая хотя бы упакована нормально И не переворачивалась Поэтому бомбить сильно не будем У нас паста У нас салацезарь Который лежал с горячими блюдами И на самом деле Я должен отметить Что вот здесь вот блюдо Гораздо горячее Чем вот эта пицца Пицца страдает первое Бургер Еще какая-то коробочка И еще коробочка Дополнительно дают Вот какие-то соусы Которые текут Блин, вот он Ну вот посмотри, блин И вот туда посмотри внутрь Ну господа, я не знаю Кто так упаковывает Кто так складывает Что происходит с вами вообще Что даже баночки закрыть не получается Ну как это так вообще Что происходит В моей парадигме Это как-то вообще не алло Я понимаю иногда Но это серьезно Это второй заказ Который вот приезжает Приблизительно в одном качестве Так, что по температуре Ладно, сейчас мы уберемся Вот здесь все в фольге Тортилька Но она горячая То есть вот будем Использовать вот этот аппарат Давай, чтобы вам было Горизонтально Правильно? Посмотрим Что там? Ну 47, 49, 50 градусов То есть это действительно теплое блюдо Вот, то есть то, что приехало Вот в этих упаковках С фольгой Точно теплое Вот, например, паста карбонара Да, или какую-то я пасту заказал Да, карбонара Она тоже теплая Ну по ней даже видно, что она Тепленькая Вот 45 градусов Пошло набирать 47, то есть Ну нормально Здесь по температуре хорошо Холодные, в общем-то Только пиццы Первое, с чего начнем Это вот эти вот пиццы Но я Извините, конечно Я не буду их взвешивать Я не буду пытаться Собрать этот пазл обратно Померить диаметр и так далее Я ничего не буду делать с этим пиццами Только попробую Сразу скажу, что Пиццу Космик я ел Пицца Космик мне нравится На них есть какая-то фишечка своя То есть Это не какая-то там Не американская пицца Хоть и на тонком тесте Но это не итальянская пицца Это какая-то смесь Ты знаешь Я когда праздновал день рождения Сына Вот в этом году Мы снимали Космик И Там По-моему Жена заказывала Да, и заказала Пиццу Цезаре Ну то есть Там несколько пицц В стол типа с детьми Я такой Блин, нафига Цезаре И я попробовал Пиццу Цезаре Вот помните В одном из обзоров Я не вспомню в каком Но была пицца Цезаре Я такой Блин, как это можно делать То есть Такой у меня бомбеж был Как можно Вот свежие там Листья салата Класть Чтобы они вот Слюни превращались Нифига Я попробовал Пиццу Цезаре В космике И мне такой Ничего себе А вкусно То ли я голодный был То ли реально вкусно было То есть в принципе Мне эта пицца нравится И вот их фирменная пицца Мы заказывали там Какие-то маслинки Вот это все Вот понимаешь О, я достал Более-менее Целый кусок Маслинки Помидорки Тянущийся сыр Тонкое тесто То есть все В принципе Гармонично Ну давай попробуем Как бы то ни было Да Лучок красный Нормально Ну то есть Здесь Нет, нет Ну по вкусу нормально У них сыр вкусный У них там Курочка если лежит То мягко Бекончик если лежит То поджаренный Мягенький лучок Все это хорошо И тесто в принципе Вкусное Само по себе Хоть и немножко В данном заказе странно Сейчас я найду пример Вот иди Дим Иди покажем Да Я не знаю Что случилось Вот с этой Маргаритой Но такое ощущение Что в этой коробке Ехали какие-то маленькие мышки И вот так вот Надгрызали борта Этой пиццы Ну я понимаю Что это особенность Выпекания Но честно говоря Не могу представить При каких обстоятельствах Вот тесто должно Стать таким То есть оно то ли Не домешано до конца То ли Ну что Что-то сегодня Явно пошло не так Вот пицца Маргарита Ну что Пицца Маргарита Сверху Посыпаны травки Да Сыр Какой-то соус Соус кстати Не красный Какой-то такой Желтоватый Вот видно здесь На прослойках Черт его знает Как-то настроение Испортилось уже Абсолютно Никакая Маргарита Блин Не знаю Пицца Космик Она хорошая Потому что Ну сама их фирма Потому что там Вот очень много Каких-то овощей То есть сочные Там брокколи Кабачок Лежит Всякое такое Она сочная Она сочная Она вкусная И сочетание вкусное Вот это вообще кошмар Последний мой заказ Домой Когда приехал В таком же виде Пицца Мы уже хрен с ним Мы написали там Написали конечно Тоже на К деливере Претензию Типа что так Приехали Но тем не менее Уже сели есть Там в таком виде Как-то расправили Пицца 4 сыра Я заказал Блин Это вообще Просто было ни о чем То есть даже Вот эта Маргарита Вкуснее чем Та 4 сыра То есть как будто бы Я не знаю Пинцетом добавляли сыр Настолько его было мало Ну это ужасно Нет Ну Маргарита ни о чем Абсолютно То есть очень сухо Не хватает Не хватает тупо сыра Не хватает тупо соуса Вот А эта пицца вкусная Странно говорить В таком виде Да То есть вот эта пицца вкусная Не ну поверьте Она Она действительно По вкусу хорошая Гармоничное сочетание Мне нравится Я не знаю Что с этим делать Вот куда мне Эту сейчас коробку Блин дети Вот куда мне Это все месиво Разложить Такой трэш Последний раз Дим Вот ты Мы с тобой уже работали Так А Мензо Помнишь Привезли нам Мензо кафе А вот это я помню То есть такие вот Обычно у меня Плохая память На предыдущие обзоры Но Мензо Это был просто трешняк Тоже там Пицца съехавшая То есть на боку Он мне ее вручил На боку Блин Я такой Опа Но Они поменяли Привезли новую пиццу Ровненькую Курьер вот так вот шел С уровнем Видать Чтобы не дай бог Никуда Ну это жесть И по факту Кстати Мензо Оказалась хороша Ладно Сейчас попробую убрать И попробуем уже остальные блюда И начнем естественно С пасты Вы все время говорите Что я Очень долго перехожу к пасте Ее надо быстрее Согласен Трубимся Спагетти карбонара 349 рублей 310 граммов Весьма адекватная цена 380 С коробкой Ну смотри Очень хорошо В этом плане Вилочки мне дали Салфеток Космик Не привозит Вообще Ни разу Напитков у них Купить невозможно Но зато Вот такое Вот смотри Яйцо пашот С текущим Желточком Вау Желточек Такой бледный Кстати Удивительно Не Ну тем не менее Паста карбонара Выглядит Вау Смотри Сколько там соуса Вау Много соуса Судя по всему Неплохо сваренные Макароны Ну паста Ладно Паста Че это Довольно неплохо Выглядит Бекончик Оп 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 Давай попробуем Я люблю Карбонар О Насколько же Я уже привык Все таки жить Без пармезана Блин Вот не хватает Вот нашей Карбонаре Не хватает Вкуса пармезана Блин Это факт Но это С этим уже все Надо смириться А так в целом Вкусная Влажная Много соуса Соусная Такая паста Отлично Сваренная Просто Без каких-либо Вопросов Очень вкусно Я считаю Что 349 рублей То есть Чуть больше Сотки За сотку В принципе Ни одна паста Не стоит Ни паста Ни вок Конечно Это просто мука Но Тем не менее Это действительно Хороший продукт Который Ну прям Не стыдно Купить И употребить Вкусно За пасту Ставлю Четыре Просто Всей карбонаре В моей жизни Будущей Я буду ставить Четыре Потому что Пока пармезан У нас не появится Вкусный Вот Ладненько Что у нас еще Из горячего Ну у нас Например Вот есть начос Начос Чипсы начос 80-60 289 рублей Это видать С соусом То есть Вот соус Ну Начос и соус 80-60 Написано То есть Две позиции 290 рублей И вот такие начос Ну вот опять-таки Да То что нарисовано На картинке Там начос Засыпанный Помидорками Черри Какая-то Зеленушка Сверху Потерт сыр Рядом Стоит соус Вау Просто И вот И все Тип такого Сколько граммов 80-60 Ну окей Начос Хотя бы 130 граммов Я не знаю Делают ли они сами Ну Кстати Ну Хотя Может это и Диличадос Какие-нибудь Да Сейчас я по вкусу Определю Я в общем-то Давно ел Конечно Покупные начосы Но я пойму Они это Или не они Ну так вообще Фиг знает Они Не похожи На вот эти Вот В пачках Которые в магазах Продаются Вкусные Хорош Такой Насыщенный Прям кукурузный Вкус Мне нравится Ну А блин Вот соус Кеса Наверное делают Сами Вот для меня Сколько я Пробовал Соусов Для начос Вот есть Диличадос В стеклянных Таких банках Есть Жестяные Тоже сейчас В магазинах Попадаются Но по-моему Другой фирмы Короче Гуакамоле Лучше всего В жестяных банках Вкуснее намного Чем в стеклянных А кеса В стеклянных Вот фирмы Ну если не ошибаюсь Все-таки Вот этот вот Диликадос Диличадос Который делают И Сами Начос Начос Вкуснее Соус Ну нет Ну тоже норм Типа как Закусь Я не знаю За такие деньги Брать Кукурузные Чипсы Я еще не начал Рекламировать Казино Ха-ха Чтобы Покупать Все такие начосы Хоча я вот в кино Обожаю Когда иду в кино Всегда беру на начосы Так ладненько Слушайте Там еще есть Сырные палочки Которые у меня есть шанс Что они вдруг будут Еще тянущимися Какими-нибудь Я зря на это надеюсь Как думаете А вот они Да Смотри Угадал 300 граммов Палочки Весят Недовес Ну хотя там еще Какой-то соус Опять-таки Непонятно какой Ну допустим Вот такой соус Выручает Да Смотри Ровно 300 Минус коробка Все равно Недовес Но уже меньше Палочки в доставке Это то что Они уже протекли Они не хрустящие Они вот такие вот Но тем не менее Ах Сыр-то начал тянуться Какой-то хороший Типа чеддер А смотри Внутри Желтенький Хороший Такой сыр Давай попробуем Сюда должен Нужен какой-то Конечно Брусничный соус Это кисадилии Явно кисло-сладкий В общем непонятно По соусам Тоже непонятно У меня 100-500 Этих соусов И в какой макать Не ясно Давай просто Так съедим тогда 400 рублей Стоит вот этот сыр В панировке Очень вкусный сыр Палочки явно Должны быть вкусные В ресторане Более того Я их ел в ресторане По-моему В инстаграме Даже выкладываем Мы брали большую тарелку Всякого И там были Вот эти палки Короче Так что приготовленный Вообще топчик Вот это шляпа Просто В доставке Нельзя никак Плюс нет соуса Очевидного И даже если Он и есть То он явно Не фруктовый Не ягодный А к палочкам Это брусника Это клюква Это Окей Вишня Да все что угодно То есть К сырным палочкам Должен быть кисло-сладкий Ягодный какой-то соус И тогда я кайфую Вот это не Не вариант Просто Ноль баллов Но сыр Вкусный Повторяюсь А вот это что такое За коробка Чудо Ха-ха-ха Эталон сопливости Картошки Что ли Вот это явно Картошка Она к бургеру Скорее всего Но это не картошка Это просто какие-то нити Из которых можно Плести косички Давай С едой хоть и не играются Но я Попробую сплести Сейчас У меня вообще-то дочь Я поэтому Плести косички умею Только правда Не так вот Но как-то Вот То есть Для косичек Подходит эта картошка Но Для еды Нет Шашлык из филе Цепленка Вау Прилип Алло-алло-алло Вася Смотри Смотрите такой Довольно большой Кстати Вот эта картошка Она все-таки Наверное не к бургеру была Она была Вот к этому шашлыку Ее почему-то не положили сюда Положили в отдельную коробку Где она вымокла И плюс опять-таки Должен быть какой-то соус Ну допустим кетчуп Да 300 грамм Нет Сколько она должна весить Подожди 110 граммов Слушай Ну вот эта вот Вот эта штука Она весит 110 граммов Жарят они на обычном гриле Таком То есть Ожидать что это будет Запах углей Да Ну Алло Алло Вы что ребят Это космик Это шашлык Компромисс Тем не менее Из куриной Голени делают Мясо Да Слушай Я думал Немножко не дожарено Будет мясо Но нет Все-таки мясо дожарено Все хорошо Вопросов нет Пахнет довольно вкусно То есть Маринад явно какой-то есть Запах мне нравится Хотя может они жарят Действительно На решетке гриля Там угольки Потому что Ну вот запах хороший идет Подожди Я все-таки хочу разобраться По поводу прожарки Точно ли до конца Они ее сделали Вот немножко есть у меня Вопросы к середине мяса То есть Вот есть ощущение Что здесь оно чуть-чуть Может быть чуть-чуть Не дожарено Но Не критично То есть Я бы наверное Не стал сильно переживать Вот если бы я такое мясо ел То есть Ну Все равно чуть-чуть Наверное не дожарено Давай макнем А Ладно Давай с кетчупом Вот цена весьма адекватная 265 рублей За довольно увесистый шашлык Я думаю что обычно меньше Просто здесь что-то положили много Лучок Кетчуп И еще картошка То есть если брать на месте Еще картошка живая То Почему нет Весьма вкусный шашлычок На самом деле Удивительно Я не знаю Есть ли там угли Потому что этот момент Жарки над углями Особенно для курицы Курица жарится быстро То есть если Свинина еще успевает Пропитаться дымом Да С полохами То Курица жарится гораздо быстрее В том числе и бедрышки Чем свиная шея Например Вот И как-то вот Ну то есть толком и не поймешь Вкусно Маринад вкусный Какие-то вот эти вот Подгорелый белочек Да От полосочек Чувствуется То есть в целом Вкус хороший Вкус хороший Лук Кетчуп И слюнявая картошка Фри Конечно Будь она проклята Но Если представить Это блюдо свежее То это хорошо В таком виде Ток шашлык Употребим Весьма годный Насчет прожарки Тоже Ну стоит подумать Конечно Что-то мне кажется Чуть-чуть не так Что у нас еще Мы видели кисадилью Да Давай посмотрим Тоже увесистая коробка Такая Кисадилья с курицей 250 граммов Должна весить Без соуса Ну ровно прям Коробка как раз 20 граммов Да Плюс соус Кисло-сладкий Я полагаю Что это вот Именно вот этот соус Такой чили Кисло-сладкий Он для макания Или поливания Кисадильи Давай посмотрим Что внутри Она до сих пор Теплая Он пиццу Может так же Складывайте Как кисадилью Ну смотри Что там внутри Много лука Болгарский перчик Курочка Лепешка Лепешка Какой-то соус Такой остренький Да Ну в принципе Нормальный Вот я По-моему Кисадилью Я тоже у них пробовал Заказывает целый сет И Ну не сказать Что много Какой-то начинки Тут особо Мяса-то нет Да Мы видим Много лука И все То есть И по паре кусочков мяса На вот один кусок Черт его знает Давай попробуем Соус в принципе Вообще всегда Все должен разрулить Ну Запах приятный Вот от этой штуки Идет То есть там внутри Вот эти вот Красный соус Который мы видели Он Такой ароматный Прям Там что-то Наверное Зира Такая чувствуется Кориандр немножко Такие вкусы прикольные Ай Зачем Макнул Не хотел Ну ладно Фу Блин Вот этот чили Соус Отвратительный Он невкусный У него У него все плохо Короче Ну и вообще Небольшой фанатки Садили Как таковой Но Пожалуй Это не самый плохой Пример Если вспомнить Доставку Таколэнд 100 лет уже Обзор назад Снимали на них То конечно Это там Там тоже Те же самые Лепешки Там внутри Дофига Вот это мне Гораздо Приятней Короче Это блюдо Неплохо Сделанное То есть Его есть Можно Но кайфа От него Не получишь Особенно Если будешь Есть Вот с этим Чили соусом Который Просто Вот как Я не знаю У него Вкус и запах Лекарства То есть Настолько Вот этот Активный Вкус Острого перца Не острота Именно А именно Вкус Видимо Какой-то Сорт перца Такой Я не очень Разбираюсь То есть Он Вот мне Невкусный Абсолютно Сладкие Чили Соусы Которые Продаются В магазинах Зачастую Ты покупаешь Они гораздо Вкуснее Чем Вот этот Соус Он тоже Скорее Магазинный Но непонятно Что за фирма Я бы узнал И больше никогда Не брал Очень Вкусный Соус Так Ладненько Что у нас Еще Есть Что-нибудь Горячее Такое Ну Условно Горячее Хотя бы Хотя бы Теплое Пюрешка Картошка С пюрешкой Иди сюда Вот это От души Это самое Честное Блюдо По-моему В разделе Детское Меню Пюрешечка Такая Ну не разведеночка Кстати Мне кажется Нормальное Пюреха И салат Пожалуйста То есть салат Рядом с горячим Вот он лежит Вообще не парится Ну как сказать Парится наоборот То есть он весь Пропарился Он весь нафиг Теплый И такой уже Полускиший Потому что он Ехал В этом И что с фольгой Кстати Смотри Фольга Видно что она Подгорелая Какая-то То есть они видать Запечатали И кинули на гриль Что ли Я не знаю Как это случилось Причем изнутри Снаружи Смотри Она свеженькая Ладно Не важно В общем Вот такая вот Котлетка Ну так Придется кусать Что я не знаю Или как Отрезать У меня Самур то есть Конечно Спасибо самуре Что они всегда В моей жизни Вон какой топорик Я достал Рать такого Мероприятия Оп Рубленая котлетка Смотри Приятная По структуре То есть это не фарш Ну как бы фарш Но крупноформатный Через большую решетку Пропускали Явно Запах довольно приятный От этой куриной котлеты идет По поводу вот этого пятна темного Дима предположил вариант Что может быть они в микроволновке Разогревали Это конечно странно Немножко разогревать В микроволновке В ресторане Но вот правда Когда микроволновка Начинает Какая-нибудь фольга В ней сверкать Мне кажется Вот такой цвет получается Сейчас проверим Я передумал Короче Виталий Заганул Маленько Я же не мамик Спрашиваю Чтобы эксперимент Такий проводил Очень вкусная котлетка Очень вкусная пюрешка Очень теплый салатик А блюдо на абсолютную четверку Нет восторгов Нет разочарования Просто вкусная Вот сейчас ем Блин Перченая котлетка Вот серьезно Для детей Перченая котлетка Вы что В этот день 10 декабря 2015 год Ничего себе Смотри функция появилась Похожая Ну что я снимал В этот день Смотрите В 2015 году Я Вот в такой бороде Снимал Какой-то ролик На этой кухне И прикольно Прикольно А холодец Вот тут прям фотка Холодца Холодец у меня есть На канале Поэтому Обязательно переходите И подписывайтесь И смотрите старые ролики Итак И так И так И так Что сказать Пожалуй адекватно 245 рублей Для ребенка Полноценный Ужин Пойдет С доставкой Все кроме салата Меня устроило А кисадили Кстати судя по картинке Все таки Шла сметана Наверное Ну не важно Абсолютно Кисадили Не очень острая Поэтому она И с другим соусом Подойдет Я посмотрел Насколько я с пиццей Обломался Вот 575 рублей Стоит пицца Космик И рублей Наверное Маргарита Не знаю Что там Маргарита А вот Маргарита 350 рублей То есть Меня на косарь Кинули практически Вот Ладно Давай бургер Посмотрим Потом Цезарь Еще какой-то салатик Два салата У нас еще осталось Вот он Бургер Вот такой вот Чизбургер Стоит он Каких-то адских денег 445 рублей Потому что Он подается С картофелем Фри И все таки Опять остается Вопрос Картофель фри Походу Для этого блюда Блин Или для того блюда Там на картинке Был нарисован Здесь написано Вот Можно выбрать Прожарку Medium Well Well done Или medium То есть Medium Re Вы выбрать Не сможете Вот Ну я не знаю Что сказать Про этот бургер Вроде так Он довольно Аппетитно Выглядит На самом деле Несмотря на Вот эту Мою нелюбимую Рыхлую булочку Пахнет От него довольно вкусно И выглядит он хорошо Котлета приятная Смотри Хорошо приготовлена Да я выбрал Medium Но Может быть Это и был Когда-то Medium Сейчас Это уже Абсолютный Well done Пока доехала Да вот он Сырок Никаких восторгов И надежд на этот Бургер у меня нет Просто Обычный Бургер Отвратительная Сладкая булка Крошащаяся Ну вот Вот тупо Булка Ну прям Вот вообще Макдональдс Вот серьезно Я не Я уважаю Макдональдс Серьезно Просто булки Мне их сладкие Не нравятся Такие Американские Неотвратительный Бургер Ну то есть Вообще Нормально Вполне Съедобный Бургер Но только Если ты Вообще Не был Никогда В нормальных Бургерах Абсолютный Компромисс Для Вот Взрослых Которые сидят И скучают На детском Празднике Рядом с детьми Которые едят Какие-нибудь Наггетсы Картошку Фри Еще что-то Вот для этих Людей Такой бургер Пойдет То есть Чисто заморить Червячка Если ты Хочешь Бургер В целом Неплохо На самом деле Зря я Наверное У меня нет Задачи Сейчас критиковать То есть Весьма Неплохо Приготовленная Котлета Она вкусная Она вкусная У нее Хороший Вот этот Привкус Поджаренности Хорошо сделано Хорошо сделано Хрустящие Огурчики Соусы Годные Сыр Типа Моцарелла Он тоже В принципе Вкусный Да и Булка Хрен бы С ней Тоже Ничего Это Это Бургер Максимально Хороший Который Может быть В заведении Который Занимается Всем Ну если Ты идешь Там Целенаправленно В бургерную Там конечно Будет Скорее Все Вкуснее Не везде Но скорее Всего В любой Узко Специализированной Бургерной Будет Вкуснее Бургеры Чем в Космике Тем не менее Неплохо Я бы не сказал Что ужас Какой-то А своих денег Не стоит 445 рублей Блин Все время Вот эта тема Добавить Картошки фри Дешманской Короче Бургеру И назначить Цену Какую Хочешь Это конечно Дичь То есть Я готов Купить Бургер Там за 250-300 Рублей Без Картошки Фри Мне она Нахрен не нужна Тем более В таком виде Вот Так делают Вот Корнер Бургер Я помню Там у них Нельзя было Бургер Просто купить Везде В нагрузку Шла Картошка Фри Там Все типа По 800 Рублей По 700 Мне эта Картошка Не сдалась Ладно Но сам Бургер Ничего Жалко Что нельзя Купить Без Вот этого Дополнения Так Салат Цезарь И еще Какой-то Салат Я купил С хрустящим Луком Я вообще Где вижу Хрустящий Лук Мне всегда Хочется Это съесть Я люблю Его Салат Мюнхенский 345 рублей 190 граммов Дим Сколько 288 О Нормально Нормально Вот такой Салатик Стоит Конечно Опять Неразумных Куриное филе Охотничьей колбаски Сыр Маринованные огурчики И картофель То есть Это салат Сытный Сытный Богатый Салат Где есть Мясо Колбаски Лук Вот Ну То есть Мне нравится И мазик Главное Мазик И этот Еще хрустящий Пока Лук Зашибись Очень прикольное Сочетание По вкусу Капец А чего он Такой Ох Ё Куриное филе Охотничьей колбаски Сыр Маринованный огурчик Он острый Не ну Он не острый Так что Прям Очень сильно Он острый Просто потому что Я не ожидал Что в нем Такого острого Я не понимаю Серьезно Из всего Перечисленного Там нет Ничего такого Что должно Острить Салат вкусный Очень странно Очень странно Действительно Неплохой салатик Может на канале Даже приготовлю Кстати Мне что-то нравится Как он выглядит На новый год Зайдет Но если исключить Остроту И добавить Может быть Знаешь чем Картофель Он какой-то Там слишком Пюрированный Развалившийся То есть Если будет там Картофан Как вот В оливьехе Кубиками Такими плотненькими Будет норм Но вообще Пожалуй Нет То есть Вот если он Действительно Такой по рецептуре Вот острый Непонятно от чего То такой салат Я брать не стал Дискомфортно есть Ежели эта острота Там случайная Фу Не все Таки острый Прям То То салат годный Ладно Цезаречек 390 А 265 граммов Дим 256 Ах ты Перепутали цифры Да 395 рублей стоит Ну Очередной Цезарь С очередным Подтверждением Того что цены На Цезарь Неадекватные Ну смотри Тут хрустящий хлеб Несмотря на то Что все вместе Заправлено Тут хлебушек Не успел Вымокнуть То есть хлеб Еще такой Нормальный Сразу сыр Сразу Салат Сразу куриная Грудка Куриная Грудка Причем явно Это грудка Цыпленка То есть курица Еще особо Даже не потоптала Эту бренную землю Она ушла В салат Цезарь В виде цыпленка Еще Вот И сразу Все заправлено Салатом Ну каких-то вот Негативных ощущений У меня от этого Салата нет То есть тут нет Что-то потекшего Актив салата Таких знаешь Обрюш Ну как называется Слюнявых Короче Слюнявых Вот Все вроде И порезана грудка За это спасибо Не целиком Это удобнее Давай попробуем Единственный минус Салата Потому что он ехал С теплым этим Вообще годный Не от души От души вкусный соус Никаких вопросов Соус не идеальный Он не Не складывает Вау-эффекта Какого-то там Такого привкуса Анчоусов Нет Такого нет Но он Весьма подходящий Сюда Чувствуется там Чесночок Ну мазик Понятное дело Вот всякое такое Мягкая куриная грудка Ну а не Нифига кстати Сухарики все Но зато Вкусный хлеб То из чего Сделаны сухарики Это хорошо Если резюмировать То это Лучшие Средненьких салатов Вот назовем так То есть есть Хорошие представители Прям классного салата Где вкусные соусы Крайняя редкость Это практически Деликатес Вот сейчас у нас Есть средние салаты И вот этот Среди них Где-то вот хороший Короче Где-то на хорошем уровне Мне нравится То есть Вкусный хлеб Хорошая грудка Сносный соус Прям действительно Такой нормальный И Хороший Неслюнявый салат Вот немножко Теплый К сожалению Это конечно Минус Но это вопрос Вот опять-таки Логистики То есть Логистика Что-то Ну не то Ну я не знаю Как так можно Еду возить Серьезно Причем Два раза подряд Я говорю Серьезно Вот я самый добрый человек На свете Наверное Ну один из самых добрых Я добрейшей души человек Я готов прощать И вот любимые доставки Я готов прощать Один раз Ну иногда два Ладно Когда очень любимая доставка Что То Или знаешь Вынужден Я простить Несколько раз Был достоевский Заказывал я в достоевском Один раз Привезли мне шляпу Вот серьезно Один раз Привезли роллы Которые просто Вообще Есть было невозможно Второй раз Привезли Какую-то шаурму Заказал у них Привезли шаурма Которая Просто дрянь Ну короче То есть понимаешь Да вот То у меня Достоевский был всегда Когда они только Открылись Прям вообще топчик Ну вот Ну потому что не было Ничего другого Заказывал Достоевский И радовался Потом один раз Косякнули Второй раз Косякнули Я такой уже Третий раз Я не заказывал Я у них уже сто раз Сто лет не заказывал Вот То же самое Космик Понимаешь Мы заказывали Заказывали Первый Второй Там третий раз Мы заказали Нам понравилось Вот После праздника Нам их Еда понравилась Все И сейчас Я больше заказывать Не буду Два раза Два раза Косякнули Традиционная Табличка С оценками 62 балла 62 балла Получает Космик Что касается Цены ставлю Трешничек Потому что Цены довольно высокие Бывает дороже Бывает дешевле У них примерно Наверное Средний уровень цен Вкус Качество Ну Несмотря Давайте Абстрагируемся Вот от этой ситуации С пиццей По вкусу В целом Все угодно То есть Они готовят Довольно вкусно Поэтому 4 балла Соответствие То есть Соответствие С заявленным Каким-то показателем Ну в частности Картинкам Весу И так далее Я ставлю 3 балла Меня расстроили Немножко Начос Который Выглядит Феноменально На картинке По факту Просто Начос Меня расстроили Кое-где Недовесы Ну в общем Как-то так Такое мое решение Сервис Ставлю Единица Потому что У нас нет Салфеток У нас Нет возможности Кстати Это тоже Я отнесу к сервису Нет возможности Заказать напитки Как Без напитков Вообще Можно существовать Не знаю Вот мне пить хочется А нечего Разве что Олейночка Ну в общем Короче Вот такое Такая оценка Скорость 3 Несмотря на то что Совсем близко Но все-таки Полтора-два часа Это долго Я считаю Температура 3 Поняли почему Объяснять не надо Ну и лайк Все-таки Да Все-таки Для меня Наверное Особенно Если будет Возможность Исправить Вот эти все Косяки Которые были Для меня Это Доставка С довольно Неплохой едой Которую Например Едят мои дети То есть Котлетки С пюрешкой Они ели Это Вполне Это Это вообще Показатель Того что Нормально Короче Понимаешь Вот Мне лично Довольно Неплохо Заходят Цезарь У них Довольно Неплохо Заходят Какие-нибудь Эти А пиццы Я про пиццы Хотел сказать То есть В принципе Вот пицца Космик Еще какую-то Мы брали Они довольно Неплохи У них Понятное дело Что там 4 сыра Маргариту Я у них Больше брать Никогда не буду Да и вообще Если вот эта Ситуация Не разрулится С такой доставкой Которую уже Второй раз Напоминаю То Конечно Я пиццу У них Заказывать Никогда Не буду Если Я не буду Заказывать Себе Я не буду Заказывать Детям Там И скорее Всего Лайк Отменится Но пока В принципе Так авансом Одобряю Одобряю Это место Ну как Минимум Для посещения То есть Там Сводить Детей Чтобы они Поразвлекались Какие-то Квесты Фигесты Плюс На стол Что-то Накрыли У них Довольно Вкусные Морсы Ну Мы в стол Заказывали Там Разные Такие Морсы Почему Сюда Не возят Непонятно Короче Напитки Вкусные Всякие Там Картошка Фри Наггетсы Пиццы В стол Все Это довольно Довольно Вкусно У них По месту Вот Поэтому С этой точки Зрения Космик Космику Уважуха Остается С точки Зрения Доставки Космику Крайняя Неуважуха Параллельно Вместе С Delivery Club Которые Позволили Вот так Вот Привести Продукты Капец Второй Раз Напоминаю Еще Раз Второй Раз В сотый Раз Напоминаю Про второй Раз В общем Все Ребята Обзор Закончился Спасибо Что Посмотрели Космик Тоже У нас На Тесте Посмотрим Что Будет Дальше И в конце Года Кстати Напишите Своё Мнение Хочу Сделать Такой Ну Типа Резюмирующий Резюмирующий Выпуск В котором Я не знаю Но взять и сравнить Например Взять топовые Какие-то наши Доставки По суши К примеру Или по той же Пицце И сравнить Заказать Одну позицию Ну типа Например Сравнить Филадельфию Тануки Экитория Что у меня тут В районе Сушистор Сушивок Еще 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 Всякие Такие вещи И просто Сравнить И сделать Уже в конце Концов Вывод В конце Года Что из этого Наиболее Годное То же самое С пиццей Можно сделать Там 4 сыра У всех заказать И сравнить Короче Пишите в комментах Что из этого Вам было бы интереснее Почему Подвести итог Одно другого Кстати не исключает Может быть там В начале января Сделаем второй выпуск В таком же стиле Чтобы просто В конце концов Выяснить Кто победил Спасибо Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Он здесь И в описании Ставьте лайки Ну и до скорых встреч И с наступающим Новым годом Уже у вас Давайте Новогоднее настроение Джингл Белс Там все дела Всего вам вкусного Всего вам вкусного Джингл Белс Джингл Белс Кстати рекламы Пока Кока-Колы Нет На телек Хотя я телек Не смотрю Но ее наверное Нет еще Я считаю Что новогоднее настроение Еще не может прийти Согласен Что это символ Какой-то определенный Да Вот это Короче понял Ах Согласен